Россия без будущего, Россия в автозаке, Россия, которая уже пугает. Вот мы и прошли наконец точку невозврата, после которой перестали быть даже видимостью цивилизованного государства. Для всего мира мы теперь дикарей страна, где вопросы решаются средневековыми методами при помощи дубины. Где отсутствует хоть какой-то закон, где на самом деле нет никакой управляемости. А еще большие сомнения вызывают адекватность людей. Занимающих ключевые посты недаром накануне в Пентагоне заговорили, что они не исключают возможности начала ядерной войны. Конечно, российские пропагандисты тут же извратили эту историю, перевернули все с ног на голову и врут. Будто бы это США мечтает нанести по нам упреждающий удар. Нет, там не об этом было. Они действительно озаботились нормальностью и вменяемостью бункерного старца с ядерной ракетой. И что случилось во вторник? Путин продемонстрировал всему миру, что плевать он хотел на них с высокой колокольни, что он готов на любые шаги, лишь бы удержаться на троне. 16 дипломатов, в том числе и стран, входящих в большую семерку, присутствовали на том суде, когда еще такое было. Прямые призывы первых лиц мировых государств о недопущении беззакония чихать. Азы гумга румге румга, азы гумга. Вот что на это ответил уж крупнейшего на планете племени Тумба-Юмба. А если завтра у бункерного на самом деле случится помутнение и он отдаст приказ нажать на кнопку? Вот эти вот дуболомы, что месили людей на улицах его ночи со второго на третье, побегут его останавливать? Да нет, эти нажмут. Там интеллекта ноль. Вот что пугает сейчас цивилизованный мир и меня, между прочим, начинаем. Ну и переходим, собственно, к случившемуся. А кто-нибудь из вас вообще знает, за что посадили Навального? По какому делу? Что вообще там за дело? Ну, вы-то, может, знаете, однако для чистоты эксперимента попробуйте задать эти вопросы вашим ватным соседям, коллегам по работе, друзьям, знакомым, родственникам. Да я уверен, мало кто на него ответит. И тем не менее, человека уже в третий раз осудили по этому так называемому делу Иф Роше. В третий раз, обращаю ваше внимание, там нет даже потерпевших. В компании Иф Роше много раз заявляли, что не имеют претензий к Навальным. Само дело инициировали по заявлению какого-то нанятого топ-менеджера, который затем уволился, в суде не появлялся, показаний не давал. Навального-старшего туда и вовсе прикрутили. Знаете, как политик стал фигурантом? Следователь предположил, что оппозиционер мог осуществлять общее руководство незаконными процессами, которыми занимался Навальный-младший. Предположил, блин, и вот на основе всего этого человека уже трижды, повторюсь, по данному делу осудили. Да, значит, острая тема. Европейский суд сказал, ну оно же сфальсифицировано, придумано. Пофигу, не лезьте во внутренние дела нашего государства. О том, что во вмешательство во внутренние дела России недопустимо, говорили сегодня и сенаторы, и депутаты. Как заявил Андрей Климов, цели и задачи такого вмешательства понятны. А председатель Нижней Палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о тех мерах, которые могут быть приняты, чтобы обезопасить Россию. Да нет, это не вмешательство во внутренние дела России, хотя бы потому, что дело-то как будто бы уголовное коих тысячи. Кто-то что-то у кого-то похитил, режим сам превратил его в политическое, в первый раз, когда состряпал, а после, когда начал этого Навального бесконечное количество рассмордовать и судить. Так вообще бывает. Но даже еще позавчера иностранцы говорили лишь о нарушении прав человека и не о политике. Бездарная, тупая, репрессивная путинская машина сумела таки убедить мир в обратном. Да, мы судим Навального за то, что Навальный, потому что пошел против царя, потому что кинул вызов системе и так будет с каждым. Мы готовы растерзать любого, плевать нам на какие-то законы, на права людей. Мы хотим статус богов для себя, поэтому уйдите лесом. Как-то так. Это реальная журналистика. Что дальше? Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. А дальше война. Да, именно. Та самая третья мировая, о которой говорили давно и долго. Правда, носить она будет не совсем привычный характер. Вот чуть выше сказала ракете. Нет, это самый пессимистичный сценарий. Бросаться бомбами и пулять ракетами. Но на самом деле никто не хочет. Третья мировая станет экономической. Вот мы все с вами выучили уже это слово санкции. Однако по большому счету серьезных санкций там против российских элит никто до сих пор не выводил. Так заигрывали. Демонстрировали, что могут. Причем не нам с вами демонстрировали. Мы-то чего, бессеребреники. Нам терять нечего. Но есть люди, у которых миллионные, миллиардные интересы в странах Евросоюза. В США. И вот когда у них арестуют все зарубежные активы, о чем сейчас на Западе громко заговорили. Когда остановят реализацию их частных бизнес-проектов. Когда отберут все, что награбили за годы пребывания у кормушки. И вывезли из страны. Вот тогда ребятишкам станет по-настоящему больно. К сожалению, в этом случае они начнут проявлять еще большую агрессию. И по башке в первую очередь прилетит, конечно же, всем нам. Воронеж начнут бомбить, иными словами. Однако других вариантов миру, кроме как давить экономически и жестко, Путин не оставляет. Деятели путинского режима вкладывают огромные деньги на Западе, чтобы обеспечить себе и своим семьям роскошную жизнь. Эти деньги идут не только на роскошь, но и на политическую коррупцию. Они идут на угрозы и даже, как мы теперь знаем, на убийства. Большинство людей на Западе не хотят грязных денег и спрашивают, что они могут сделать. Санкции должны прицельно бить по исполнителям незаконных приказов и политических репрессий. Это судьи, силовики, прокуроры, спецслужбы. Эти лица должны потерять возможность пользоваться благами западного демократического общества. С другой стороны, очень плохо, что россияне пока не понимают, в какой геморрой их втягивает любимый вождь. Лозунги вроде «Мы сверхдержава», «Можем повторить», «Выб**ь Дыша Соловьева» и прочие обредятины из данного безумного ряда – это, конечно, здорово. Вот только лозунги «Ничего не стоят», а экономическая война, которую Бункерный пытается развязать со всем миром и со своим народом внутри страны заодно – это очень дорогое удовольствие. К примеру, Гитлер, прежде чем кинуть вызов планете, построил мощнейшую экономику, только потом пошел воевать. Да и то не со всеми сразу заручился поддержкой каких-то сторонников до кучи, коим в определенный момент относился и Советский Союз. А что построил Путин? У нас что, экономика есть? А какие союзники у нас имеются? Ну, кроме банановых республик, что сидят у скреп-державы на зарплате, простите, на подсосе. Всем привет. Ребята, три дня подряд выложу отработанное масло с Оролмаш-завода. В общем, огромный индустриальный гигант, давший имя целому району в городе Екатеринбурге. И работу нескольким десяткам тысяч людей, проживающим на территории этого некогда огромного района. К сожалению, завод сдох. Представляете? То есть это не просто завод, это город в городе. Это огромная территория, на которой еще там порядка 40-50 производств было, еще маленьких заводов было. То есть литейный, стали литейный, металлообработки. То есть это полностью самодостаточное производство раньше было, которое могло даже само производить детали для своего оборудования. Там буровое оборудование, они шагающие экскаваторы раньше производили. Это, ну, огромная масштабная хрень посреди города, блин, пипец. И ничего, это уже не работает. Все цеха стоят, все заводы стоят. В общем, сдохли. Одни арендаторы тут. Нефть тоже больше не источник дохода. Да, цену на нее вроде удалось выровнять. Но это не более чем иллюзия для самоуспокоения. За счет чего выровняли-то объемы добычи, сократили, вот и все. Если сейчас добычу вернуть на уровень годичной давности, нефть снова уйдет в ноль. Поэтому поступление оттуда, увы, ждать не приходится. Можно, конечно, пофантазировать еще по поводу малого и среднего бизнеса, например. Типа они там какие-то деньги экономики могут дать. Вот только и этот сектор практически похоронили, особенно за последнее время. За период пандемии. Простой пример. Кафе Фаина Раневская, в котором я записываюсь в данный момент. До коронавирусной эпохи у моего друга было 4 таких кафе, сегодня осталось 2. Им работать полгода не давали, а кредиты, коммуналку, аренду, зарплаты никто не отменял. И таких, как он, тысячи. Так что с коммерсантами, ну получается, тоже мимо кассы. Они не могут быть большими помощниками в плане поступления финансов в бюджет. Да, знаете, кажется, что воспринимаете бизнесменов как жуликов по определению. Ну вы знаете, это... Мы есть такое. Под этим есть определенные основания. Вы понимаете, да, вот говорю это с придыханием, что называется. Ну какие основания? Ну во-первых, весь так называемый малый бизнес у нас во все нулевые года был связан с торговлей. Ну весь практически. То есть я правильно понял? Торгаш-жулик. В сознании народа, мы же так говорим. Я же про вас. Вы знаете, я же тоже часть этого народа. Или вы думаете, путинские дружки-олигархи раскошелятся, помогут своему патрону? Да нет, не для того. Они воровали долгие годы, чтобы делиться сейчас. Они вообще не привыкли делиться и пояса потуже затягивать. Да и напомню, рискуют ребята лишиться части новородного, если вдруг их активы там все-таки арестуют. А между тем армию бездельников кормить нужно. Чиновников, гестаповцев-космонавтов, дуримаров-пропагандистов. Навальный, кайны трогатен. Даст из-унд-эйнс агентен. Несметищен трогатенщен оппозичен фёла Навальный. Да и политики зарубежные, коих скупали в последние годы пачками на случай как раз экономической войнушки, хотят и видеть регулярные поступления. Это всё солдаты войны, а голодный солдат не очень захочет бесплатно любить великого кормчего. Посему что остаётся? Сами догадаетесь или подсказать правильно? Ошкуривать нас с вами. Варить новые поборы. Который, например, вот в прошлой программе рассказывал уже про повышение таможенных пошлин, которые неминуемо скажутся на резком скачке цен, ещё больше ужесточать налоговое законодательство и систему штрафов. Недаром в Госдуме две недели назад приняли закон, что позволит налоговикам получить доступ к банковским счетам каждого россиянина. После выборов массовые сокращения, уверен, начнутся. У нас сегодня 35 миллионов бюджетников. В стране это не врачи с учителями, как вы думаете, и даже не чиновники с гестаповцами. Это сотрудники многочисленных мупов, вгупов, которые паразитируют при каждой администрации, при каждом сельпу. Их реально дофига. По сути это просто электорат, что нужен лишь в день выборов. Это ведь они за стабильность всё время голосуют, оно и понятно, у них действительно всё стабильно. Фиг знает, чем занимаются, зато зарплату им вовремя перечисляют. Не нефть и газ наше преимущество, как вы видите. И нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество Путин. И от этого балласта предводитель, естественно, тоже будет избавляться, как только выборы проведут. Ну нецелесообразно, просто и дальше. Этот никому не нужный шалман дармоедов содержать. Что затем? Раздербанят фонды национального благосостояния. Пенсионный, ну уж она совсем пожарный случай. Помните, Кудрин как-то говорил, что общая сумма накоплений россиян, ну это то, что у нас с вами в банках лежит, свыше 30 триллионов рублей. И вот, понадобится Путина спасать государство, у нас эти деньги попросту изымят. То есть, возможен вариант, пока только теоретически, слава богу, когда проснувшись однажды утром. Ты с удивлением узнаешь, что все твои сбережения на черный день ушли в неизвестном направлении. Ага, а тебе облигацию государственного займа, который только подтереться. Ну что, веселую картинку я вам рисую. Именно. Именно поэтому вчера сказал, что вторник разделил нашу реальность на до и после. Не хотели идти под дубинки ОМОНа, не хотели интересоваться политикой. Очень может так статься, что будем отвечать собственной шкурой, причем все без исключения. Впрочем, дай бог, чтобы я ошибался. Все. Это реальная журналистика. Спасибо, что уделили свое время. Подписывайтесь на оба наших канала. Лайки ставьте, комментарии пишите, репосты делайте. Это очень поможет продвижению видео. Поможет нам быть услышанными. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока. Пока.